кто-то из вас ставит вопрос каким образом отличить хорошее от плохого лидерства и вообще существуют ли такие категории плохое хорошее лидерство и она если у нас что-то неэффективно значит плохое если эффективно значит хорошие если людям хорошо от того каких ведут и создают им определенные условия вот в семье на производстве значит хорошее лидерство если им плохо и что-то не так значит плохой но давайте разберемся до действительности существует плохое лидерство что мы вкладываем в плохое но некомпетентное лидерство руководство некомпетентный человек жестко строго действительности жестко если не жестоко не сдержанно черство коррумпировано замкнутая может быть такой вот узколобая нужно расширить нужно поменять нужно быть более великодушным поле порядочным менять нужно плохое то есть такое понятие как токсичное лидерство это когда с кем поведешься того и наберешься псалмопедец говорит сын мой когда тебя склоняют грешники не иди за ними потому что скажут пойдем ограбим разделим добычу ничего подобного обманут и останешься ни с чем токсичное лидерство это когда люди идут за тем кто сподвигает их на злое дело на преступление а может быть просто она подвиг который бессмыслен или может быть на проект который бесперспективен или говорят можно заработать можно быть эффективным если будем меньше обращать на вот эти ценности а вместо них не будем вообще ни на кого обращать будем и бога не бояться и людей не стыдиться и все у нас получится вот находясь в кружу в окружении таких людей можно подскользнуться можно брать пример с них но в этом отношении дай бог нам чаще или постоянно ассоциироваться быть в окружении тех людей которые подадут нам добрый пример и так можно было бы в вот в такой таблице показать четырехмерное представление эффективного не эффективного которое взаимосвязано с категориями нравственно бездравственно то есть если взять неэффективно и злой замысел и ничего все равно не получилось а эффективно это когда и добрые намерения были и добились цели хотя намерения могут быть очень добрые положительно но можно их не добиться это будет нравственно но безрезультативно давайте мы с вами поговорим о последователях потому что в нашей картине лидер это не одиночка это когда у него есть последователи лидерство это взаимодействие лидера и последователей лидерство влечет за собой следование а желание следовать за кем-либо это в общем-то определенный инстинкт заложенный в человеке потому что человек социальный ему хочется быть с кем-то иногда даже в общем-то он и не будет притязать на роль лидера говорит слушай давай пойдем куда не сходим а куда а вот куда-то ты скажешь что дай пойдем давай сделаем а что будем вот что ты скажешь что будем делать ты предлагая готов почему то человеку просто хочется общения он готов за кем-то идти потому что он расположен стать первым последователем один из специалистов так сформулировать значит на самом-то деле тоже стать лидером потому что первый пингвин прыгнул второй прыгнул ну а третий ну хорошо двое прыгнули но я прыгну и кто-то говорит да я в общем-то выбрал эту стезю потому что кто-то из моих друзей поступил в этот вуз стал заниматься а этот друг оказался в общество последователем династии потому что родители увидел добрый пример и получается каждый последователь является лидером для того кто следует за ним первый последователь это то что превращает одиночку в лидера если никто не следует за вами никто не спрашивает совета никто не нуждается в вас никого вы не вдохновляете никто не подключается к тем задачам которые вы решаете значит вы одиночка но таких практически людей нет они есть но их мало давайте мы с вами вспомним один фильм надеюсь кто-то из вас смотрел форест гамм кто-то видел вот там есть такой эпизод когда форест остался один мать умерла его друг лейтенант как-то оставил его ну стал одиночкой он в принципе не знал что делать ну вот одел кроссовки что-то внутри ему сказал нужно бежать ну ты побежал ну и стал бежать бежал он долго и что оказалось за ним стали другие бежать они то думали что он бежит ради цели они то думали что он знает куда он бежит и в общее то осознанно что то делает он просто бежал он долго бежал потом он устал остановился и все ждут ну что он наконец то скажет а что дальше он развернулся и в обратную сторону пешочком пошел все ничего не поняли что произошло понимаете у людей есть определенный инстинкт психологический инстинкт следовать за кем-то у животных он такой естественный идет пастухи все за ним как-то естественно они следуют и когда они не следуют это уже не естественно а для людей тут совсем другие закономерности тут включается психологический момент и момент рассудка разума почему люди следуют за кем-то ну потому что люди думают что если они пойдут за человеком то их нужды будут удовлетворены раз они смогут что-то в жизни добиться два в третьих они могут помочь человеку в четвертых вообще-то жить будет интересней не в одиночку и многие другие факторы следование за кем-то это вообще-то развитие сотрудничества партнерства общей цели общей ценности есть другие причины почему люди следуют страх представьте себе темная комната пускай будет даже одно окошко там сидит человек открывается дверь говорит так встал пошел за мной и тот кто говорит держит там розгу плеть винтовку человек встает и идет сейчас будем копать хорошо многие люди напуганы поэтому они последователи и как только они узнают что этого человека перевели на другую работу он заболел они радуются наконец-то пришел день освобождения они не хотели они просто боялись другие следуют потому что любят искренне любят иногда в своей любви слепы а иногда зрячи все зависит от ситуации говорят да потому что я тебя уважаю потому что я к тебе по-особому отношусь вот вчера я присутствовал на празднике бракосочетания очень интересно в трудности в горе да готов готов быть верным верной готов следовать почему люблю не всегда в жизни так происходит не всегда люди последовательны но это причина почему люди идут друг за другом теперь давайте мы с вами поговорим о том что общего и что отличает лидера от менеджера администратора это одно и то же или это разные понятия в литературе об этом написано много менеджмент обычно рассматривают как планирование организацию деятельности и контроль и для менеджмента менеджера очень важно формальная власть то есть полномочия когда человек устраивается говорят хорошо будешь начальником отдела какие у меня полномочия ну вот можешь людям сказать то и то можешь контролировать можешь планировать для них рабочий можешь для них должностную инструкцию писать хорошо а вот человек приходит и говорит вы знаете расширьте пожалуйста мои полномочия почему потому что для моей деятельности в отделе мне не хватает ну например возможности примировать ну дайте мне такие полномочия что я могу примировать ну хорошо через время человек приходит и говорит знаете для того чтобы был я эффективный на своей работе как менеджер дайте мне возможность наказывать ну не знаю выговор там все ну хорошо дайте мне полномочия дайте мне средства не вмешивайтесь пожалуйста в организованную мной процесс дайте мне определенные рычаги планировать контролировать координировать но что это моя деятельность и пожалуйста не надо никаких новых идей потому что я только отладил только в нашем отделе все поняли что нужно делать как нужно делать у нас все четко работает я знаю как процессы должны быть отлажены и пожалуйста не надо никаких идей очень часто говорят что люди находятся в такой ситуации когда ими чрезмерно много управляют руководят и очень мало их ведут за собой значит как можно разграничить лидерство и управление менеджмент проще всего это сделать следующим образом когда мы сможем увидеть что лидерство это внесение изменений это постановка новых задач мотивация к переменам это в принципе в основном фокус на людях на коллективе когда в менеджменте в принципе задачи заключаются в том чтобы все выработать и разработать системы процессы ресурсы и менеджер лидер уповает на формальные полномочия а лидер уповает на определенное умение оказать благотворное влияние на людей ну я вам расскажу пример бригадир строителей завод его Иван Иванович ему 35 лет дипломированный инженер и эта бригада достаточно высококвалифицирован он знает как управлять людьми он знает как выстроить процессы он в общем то высокограмотный человек бригадир ну назовем его мастер бога ради и вот в один из рабочих дней он приходит к людям говорит так три часа сейчас нам нужно вот это завершить и вот идти работать а люди говорят так подожди два часа осталось до конца бессмысленно да мы устали да у нас нет настроения он говорит значит так если не пойдете уволю премии не дам или пойду главному начальнику пожаловаюсь они говорят ну иди ну и увольняй ну перейдем на другую работу в этой бригаде есть дядя Гриша он откашлялся и говорит ну ладно ребята хорош пойдем дядя Гриша медленно встает берет сумку с инструментами идет и вся бригада идет за дядей Гришей у дяди Гриши три класса образования он хороший специалист просто хороший человек он лидер в этой бригаде у начальников есть подчиненные а у лидеров есть последователи и лидеру не нужны власть полномочия ресурсы лидер сможет организовать найти ресурсы убедить людей найти общий язык он заострен на изменения в то время когда менеджер хочет стабильности четкости управления и больше уповает на формальную власть когда мы с вами говорили о лидере менеджере на самом-то деле развести эти понятия нельзя вот как бы так дистанционно потому что на самом-то деле хочется чтобы любой администратор менеджер был лидером своего дела лидером в своем окружении потому что лидерские функции полномочия и компетенции очень важны лидерство важно на всех уровнях лидерство прежде всего проявляется и видимо и зримо и главная вообще-то суть заключается в том чтобы показать путь будущее к переменам вперед лидерство и управление изменениями это очень интересная тема вот мы сейчас ее постараемся затронуть все вещи меняются нет ничего постоянного все движется вперед нет ничего более постоянного чем перемены когда мы с вами говорим о изменениях в стране в обществе в организациях то стоит вопрос с помощью чего мы сможем добиться высоких результатов в этих изменениях с помощью финансов когда денег много но обычно так люди думают есть деньги все можно сделать или например когда команда есть ну люди есть ресурсы есть когда коммуникация средства массовой информации когда мы отладили все механизмы на самом то деле ключи к успешному изменению преобразованию заключается в лидерстве лидерство это то что отвечает не только на вызовы общества но еще действует активно и предлагает изменения когда вы находитесь в ситуации когда приходят к вам говорят слушайте нужно вот перестроить что-то нужно изменить нужно внести корректировки ну да хорошо вы начинаете вникать а вот другое дело предлагать особенности когда дело дело идет очень хорошо все нормально а потом вы предлагаете чаще всего встречаетесь с такой реакцией оно тебе надо не только все хорошо работает лучше ничего не трогать а то и рухнет лидер человек который руководит изменениями ну вот в отношении изменений тут есть ряд вопросов которые важно учесть во первых люди сопротивляются изменениям даже если вы быстро поговорите как это изменение будет им во благо просто дискомфортно нет некоторые люди очень открыты к изменениям другие закрыты главная причина является то что мы не имеем личной заинтересованности вот знаете есть люди которые меняют мебель в своей квартире попробуйте вы прийти к ним и начинать менять что-то у них энтузиазм быстро закончится потому что одно дело самому изменить интерьер поменять место диван и кресло одну картину и цветок это ваша инициатива а другое дело когда вам говорят меняться вот когда мы как руководители лидеры приходим к людям говорим нужно изменить улучшить усовершенствовать чья идея перемен чужая это означает когда б та идея пришла мне в голову и я бы увидел потенциальную возможность я бы включился а так как это предложение не мое мы найдем сто причин к тому что ну на самом то деле и так хорошо все и это еще не факт что будет лучше и это не факт что будет красивее давай ничего не менять люди сопротивляются усилия по изменениям необходимы для любого лидера и руководителя чтобы их довести от провозглашения будем менять будем перестраивать к тому чтобы их осуществить самая большая причина в том что что то не получается это заключается в том что людям руководителям лидерам не удается объединить людей вокруг себя и знаете самое первое что им приходит в голову обвинить вокруг себя говорят слушать они не хотят нет люди просто не умеют объяснить донести либо предлагают не вовремя изменения либо очень быстро хотят перемен либо предлагают перемены произвести так таким путем что людям они бы и согласны были бы изменить перестроить улучшить но им кажется что нужно было бы по-другому ну а лидеру иногда трудно согласиться что у кого-то есть лучшая перспектива как произвести изменения поэтому он не дает возможность людям подключиться к тому чтобы внести эти изменения и все тормозится успешные изменения требуют не только хорошего менеджмента планирования что нужно делать но и хорошего лидерства вдохновения помощи поддержки вот распознавание и обеспечение необходимых потребностей для людей психологическом ресурсном плане очень важно и изменение которое происходит изнутри более эффективно чем изменения и перемены которые спускаются сверху в нашей большой стране когда перемены инициируются со столицей то пока до сахалина дойдет волна этих перемен там ничего не меняется но когда перемены волна инициативы инновации рождается на сахалине то оказывается иногда что в общем то на дальнем востоке что-то более ванационно более эффективно чем оказывается может быть в центре страны ну и конечно же любые перемены любые перемены возможно осуществить более оптимальные сроки и эффективно если вы говорите давайте мы сменим интерьер поменяем мебель давайте дружно взялись хорошо и вы смотрите все домочадцы исчезли все разбежались ага значит получается не только нужно сказать давайте сделаем нужно еще и сделать вот здесь нужно и это ответственность лидера руководителя вовлечь людей реализовать эти изменения образовательный ресурс видеосеминарий ТВС это ваши пожертвования мудро вложенные в христианское образование поддержите наш проект молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com и теперь я хочу вам за несколько минут рассказать какие новые перспективы в лидерстве мы наблюдаем с вами в 21 веке это очень важно нам уловить смену парадигмы общее ментальное представление о существовании дел потому что если мы живем и оперируем в старой парадигме то очень часто может оказаться в среде тех людей которые думают по-новому встречаемся с компаниями организациями которые уже перешли на новые пути осмысления а мы все еще работаем по старинке итак в старой парадигме к лидерству двадцатый век стабильность контроль конкуренция единообразие эгоцентризм и героизм парные к этому стабильность сейчас сменилась на изменение кризисное руководство а сейчас что что стабильно если раньше учили студентов готовили для какой-то деятельность то сегодня на выпуске уже сменилась полностью индустрия совсем все по-другому контроль меняется на делегирование потому что все не проконтролируешь если с москвы все контролировать ничего не произойдет нужно делегировать если мы две компании конкурируем друг с другом то очень часто в общем то ни одна из них не успешно может быть мы сообща можем и бизнес сохранить и еще новые какие-то территории освоить и новые сферы если раньше выпускали одну модель долгие годы и в этом видели успех то на сегодняшний день практически каждый новый день встречается новый вид продукты мороженое но не в одной и той же фантике упаковки что-то меняется потому что мир меняется и мы выходим в многообразие эгоцентризм все понимают ну далеко на этом не выйдешь если каждый будет искать своего значит начинают мыслить о более высоких целях кто-то сказал что великая та страна где очень много героев ему другой умный человек ответил великая та страна где герои не нужны великие люди великие лидеры великие начальники а на самом-то деле мы понимаем что красота-то в скромности и такие люди как мать Тереза наши наставники родители учителя наши родственники наши руководители их не знает вся страна но это люди достойные а тех которых знает страна от некоторых из них передергивает все общество конечно мы можем с вами не замечать эти изменения мы можем действовать как будто ничего не меняется в этом мире но я вам хочу сказать что в лидерстве многие вещи изменились в двадцатом веке подход авторитарный сверху вниз руководитель и лидер это тот который всем дает указания потому что он все знает он владеет всем и знаниями и компетенциями сегодня мы понимаем что лидерство в двадцать первом веке это то лидерство которое прочное потому что оно основано на отношениях когда мы знаем друг друга ну когда мы можем пережить даже неудач это лидерство не сверху вниз это лидерство вдоль у Джона Максвелла есть книга лидерство на 360 вот так целостно лидерство это диалог давай вот это сделаем давай а потом через время говорит слушай давай это не будем а почему это диалог это не так когда мы говорим делай то что тебе сказано это диалог и лидер руководитель он больше представляется в современности как коуч человек который помогает другому не указывать что делать но помогает другому найти ответ как из пункта а перейти в пункт б как сделать то что хочется сделать он просто помогает иногда только своим присутствием когда мы с вами говорим о традиционном менеджменте и о менеджменте который основан на сильных сторонах инновационный выборе на должность мы что обращаем внимание традиционно если у человека опыт и знания образование из где он работал а инновационный подход человек талантлив если талантлив сам научится приобретет опыт на ошибках в обще-то научится он талантлив а традиционно наше ожидание что человек у него будет процесс он выставить шаги у него процедуры а инновационный говорит да ну все это можно выставить результат давайте может и сменим процесс сменим шаги но чтобы был результат теперь к мотивации традиционно считается что самая лучшая мотивация будет критика прикрикнул а сранил выставил впереди всех и следующий раз человек знать будет как не опаздывать как будет работать качественно но инновационный подход слушайте а в принципе чем больше человека бьешь по голове тем ниже он садится и чаще всего мы никогда не скажем что доброго а поощрение человек расправляет крылья он хочет работать он приходит не на пять минут раньше на полчаса приходит да он вообще-то и работает дома он думает о организации когда мы говорим о развитии в принципе традиционно это работа над недостатками давай мы проанализируем твою деятельность что у тебя не получилось вот давай работать над недостатками а инновационный подход слушай давай проанализируем твою работу давай проанализируем нашу совместную работу что у тебя получилось Давай я помогу тебе развиваться в том, что у тебя получилось. Иными словами, мы с вами подходим к завершению нашей лекции. У нас есть с вами возможность для лидерства. У нас она есть. У нас она есть, возможность помочь другим людям пройти путь, который мы хотим показать. Нам только осталось пройти этим путем, взять на себя ответственность. Будем помнить, что лидерство начинается с исполнения своей партии. Вопрос только заключается в том, как мы сыграем свою партию с вами, лидеры и руководителей. И будем помнить, что настоящее лидерство – это гармонично оркестровое исполнение. Ну и, конечно, разобраться в лидерстве требуется продолжать нам с вами диалог. Поэтому до следующей встречи и до следующего занятия. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok